всем привет давайте рассмотрим в этом видео как сделать шов на одежду будет он выглядеть вот так вот вот так он будет выглядеть как его настроить как его сделать без помощи фотошопа именно в the brush alpha вот эту вот ну давайте приступим удалим как всегда очистим поле зайдем в tool выберем куб вытянем его жмем edit разворачиваем выравниваем с помощью shift и левая кнопка мыши теперь давайте это все сделаем make polymesh и теперь давайте нажмем move и уменьшим вот эту часть сделаем плоскую ну тут так я думаю хватит давайте переключимся на drive установим нашу рабочую поверхность как нам удобно и давайте теперь зайдем с обтулы и с помощью кнопки append добавим the sphere вот так все это выглядит давайте теперь переключимся на за сферу и нажмем скайл вот теперь скайлом давайте уменьшим нашу за сферу вот так вот все теперь с помощью move давайте передвинем где-то вот до этого момента нажмем сбоку на свободной поверхности и и теперь давайте вытянем еще одну сферу вот так это выглядит нажмем теперь move нажмем на свободной не забывайте сбрасывать и вот так вот вытянем теперь все это подвинем вот так и выровняем чтобы она была ровно теперь что мы делаем нам теперь нужен вот этот изгиб опять нажимаем drive сбрасываем и вытягиваем и вытягиваем еще одну сферу из этой вот так теперь давайте с помощью move это все загнем и теперь нажмем опять drive и нажмем на на ребра вот эти вот сделаем чтобы можно было они когда выделяются кто увидел уже видел тему и объяснять не надо и вот так вот все это закругляем все это мы сделали давайте теперь зайдем адаптивским и давайте теперь добавим вот это интенсивности и нажмем превью и нажмем make адаптивским теперь заходим в саптулы вот у нас наша за сфера давайте ее удалим и и теперь нажмем и пинт и добавим вот это уже вновь появившуюся у нас модель все это у нас дело есть давайте теперь переключимся на нее и сделаем дубль дубликат вот теперь дубликат у нас готов и теперь следующее что делаем заходим в деформацию переключимся на дубликат так переходим теперь в деформацию так сначала давайте в геометре уменьшим уберем вот эти нижние сапдивы и теперь опять в деформацию включим ось Y и нажмем вот все что у нас получилось давайте теперь следующим делом опять вернемся на нашу поверхность это вот первый сапдив куб и давайте его увеличим в размере вот так вот так мы сделаем и теперь чуть-чуть прибавим по ширине ровный он неровный это без разницы так что дюжит не выравнивайте и теперь перейдем на наш сапдив и давайте его передвинем вот сюда мы его уведем на другой сапдив переключимся и сделаем то же самое вот подальше вот так зачем мы это делаем сейчас объясню нам нужно нужен теперь куб делаем мы теперь так дай на машину чуть прибавим делаем дай на мэш вот он сейчас прогонит и посмотрим что у нас выйдет вот он уже заканчивается дело посмотрим вот у нас поле появилась полигоны теперь мы делаем еще одну фишку нажимаем control переключаем на строке ставим круг и вот так вот делаем вот такую фасочку сзади вы видите тоже появилась снимаем выделение с помощью control и alt зажатых вот еще чуть-чуть верху убрать надо вот так вот и все здесь чисто и вот теперь что мы делаем мы теперь с помощью клавиш control и инвертируем все это и нажимаем alt и вот так вот ее углубляем смотрим сбоку можно поднять интенсивности и вот так вот делаем углубление все это мы сделали теперь снимаем выделение control и левая кнопка мыши на свободной поверхности зайдем в документы и создадим новый документ отключим pro и поставим 512 тут 512 тут и тут тоже то же самое все теперь жмем resize жмем yes да и теперь вытянув вот так вот левой кнопкой мыши модель сбоку жмем edit и отключаем control m вот так вот теперь нам нужно сделать черный фон вот этот нейтральным как мы делаем теперь заходим в документы находим вот эти вот наши фишки где цвет рабочей поверхности и вот так вот убираем в принципе этого достаточно но можно поставить черный как это делается вот так это мы делаем и вот тут выбираем цвет нашей заливки и включаем опять тут вот так что произойдет дальше когда вы начнете вот это все дело двигать у вас пропадет сама модель это не беда переключаем на черный цвет и жмем на белый и опять на модель все вы включили теперь давайте мы и установим вот так вот вот так мы устанавливаем вот уже почти наша альфа что делаем дальше жмем на альфу и жмем grab dog все вот появилась наша альфа вот так она выглядит и давайте мы ее теперь сохраним экспортируем назовем the grab вот третий у меня будет уже сохраняя на рабочий стол и теперь давайте 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 откроем любую поверхность давайте план 3d и теперь попробуем нашу альфу вот здесь вот так вот прогнать жмем make polymesh вот так все получается неправильно давайте нажмем добавим ctrl d дивайдов посмотрим как сейчас она выглядит вот вот так она выглядит но нам это не надо нам нужно теперь зайти так заходим в строк находим modi modi files и включаем вот этот roll вот так здесь можно его подкорректировать вот так он выходит словом надо поиграться вот выносите на эту сторону строк и чтоб вам было удобно и вот так вот вы его проверяйте давайте посмотрим вот так все выглядит давайте теперь зайдем в lazy mouse и в lazy mouse отключим вот эту у кого включено отключите lazy mouse или включите вот видите какой вид не очень давайте включим отключим lazy mouse и уже вид будет четче так давайте теперь я это все уберу и зайдем теперь в альфу и нажмем modify вот эту клавишу и поиграем вот этими полосками mid value и rf вот эта клавиша вот так вот получается очень крупная ну ничего так давайте теперь уменьшим интенсивности добавим rgd уменьшим интенсивности и уменьшим drum size так прибавим интенсивности и словом так вот вы смотрите как будет получаться так так что у нас тут вот давайте я теперь выйду и перезагружу программу и посмотрим как настройки уже будут выглядеть на чистом плане и на модели так уменьшим draft size давайте увеличим нашу модель чтобы понять для чего мы это делали и поставим допустим вот плечо давайте теперь откроем нашу альфу импорт зайдем там где она сохранена вот так она выглядит и теперь давайте попробуем прогнать нашу альфу вот такую строчку можно делать уменьшим интенсивность и вот тут ее можно прогнать вот так регулируйте смотрите как бы как она будет выглядеть все всем пока он так 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 это